здравствуйте уважаемые друзья я хочу предложить вашему вниманию вот такую микро мушечку почему микро мушку потому что соизмеримо со спичкой вы сами можете представить и монету я даже подносить не буду насколько она маленькая это 22 крючок давайте с вами изготовим эту уловистую приманку это 22 номер крючка он не нимфовый но подойдет очень кстати для вязания нашей нимфочки иногда бывают варианты когда ничто другое не хочет брать кроме как вот дайте что нибудь микроскопическое мы поставили латунную головку погрузили свинцом промазали и вставили в расширение нашей нашего шарика промажем еще совсем немножечко наш свинец свинец где-то порядка 02 от 02 до 03 точно сказать не могу потому что бумажечек не осталось от них берем теперь обыкновенную нить для вязания которая у нас очень очень тоненькая должно быть но крепкая цвет в данный момент у нас роли не играет потому что мы с вами будем хвостик и все остальное изготавливать другой нить только закрепили совсем немножечко нашу с вами нить аккуратненько проходим по свинцу и будем крепить материал из которого мы будем с вами изготавливать хвостик это перо крашеная кто его древесная утка и кто черка кто как вот у него сбоку находятся очень 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 мелкие вот такие вот волоски мы их аккуратненько надрываем и отрезаем так как взявши в руки мы их уже с вами выровняли кончики вот как вы видите не надо не перекладывать ничего хвостик у этой мушки можно изготавливать как достаточно плотный так и не очень я предпочитаю учитывая то что она у нас очень маленькая хвостик сделать несколько пожирней вы пробуйте сами длина хвостика его должна равняться примерно длине от головки и до загиба перехватываем вместе крепления и сразу начинаем от крепления нашего свинца аккуратненько проматывать наш хвостик не доходим буквально пару миллиметров до загиба остатки сразу удаляем пера и здесь же я можно использовать вот если вам видно оттенок он морковного цвета есть зеленого какой угодно это одна прядь из тесьмы голографической которая у нас продается в галантерейных магазинах я ее распустил и буду использовать в качестве изготовления половина нашего тела вот буквально смотрите до свинца мы должны выполнить конусную обмоточку вот такой нашей нитью теперь наша черная нить уже не нужно сделаем узелочек ее уберем немножечко нудноватая потому что сама по себе размеры маленькие микроскопические но материалы не совсем у нас будем говорить будут дефицитные слегка разровняем и начинаем или используем вот как я чтобы не промат не наматывать десять раз от самого хвостика аккуратненько чтобы не нарушить его наши крепления начинаем формировать конусность до нашего свинца как вы видите мы немножечко промотали пока не заканчиваем подготовим вот такой небольшой кусочек люрекса который плоский и обладает достаточным блеском если по каким-либо причинам допустим у вас того или нового люрекса нет можно для он идет только лишь у нас для самой красоты можно взять ну давайте сразу тогда и я покажу вам можно взять любой другой который несколько толще но его качество ничем не хуже он нас будет выполнять функцию как украшение и этой же же нашей ниточкой мы с вами буквально считайте почти по всей длине подхватим наш люрекс подтянули подровняли и дальше продолжаем формировать тело так чтобы у нас вышла хорошая красивая конусность мы с вами друзья как вы видите выполнили обмотку нить пока никакую мы не ставили этой же нитью я выполню завершающий узел остаточки удаляем теперь нам с вами необходимо на вот этом небольшом промежутке сформировать и грудь сформировать и лапки которые бы имитировал наш мех для того чтобы мы сейчас закончили одну часть и приступили грудки нам необходимо с вами будет буквально капельку клея нанести лака на место где мы промотали с вами нашей нитью и намотать пока лак еще не впитался аккуратненько нашим люрексом как я уже говорил у хвостика делаем один полный оборот и потом насколько нам будет позволять наше тело и ширина нашего люрекса выполняем обмоточку вот приблизительно столько нам будет достаточно учитывая то что наш люрекс тоже достаточно длинный нашим люрексом и выполнил завершающий узел и нам друзья необходимо немножечко подождать пока наш лак окончательно подсохнет лак наш немножечко прихватился и у меня друзья мои мне сложно классифицировать что это за мех вроде бы что-то и близко какое-то к шиншилле но непонятно но мех достаточно такой мягкий приятный я из него уже неоднократно изготавливал чем-то нимфочка будет напоминать нам зайчью нимфу если мы бы использовали остевые волоски которые на лапках у зайца или же из маски которая из головы я изготовил даббинговую веревочку расщепил нить и мы сейчас с вами подровнял волоски остевые и теперь скрутим и с вами изготовим и грудку и лапки я прокручиваю бобинодержатель и потом его вот так отпускаю закручиваем все волосочки наши вот в такой симпатичный ёршик подтянем нашу нить чтоб нам было удобно как вам видно вот такого количества если есть у вас заяц или допустим андатра ну там грубовато конечно конечно мех по грубее подберете себе вот я показал насколько должны быть тоненькие может с белки может с брюшка писца и мы здесь теперь аккуратненько стараемся уводить наши бородочки волоски которые у нас на нашей веревочки в сторонку вот так подровняем аккуратненько укрепление нашего шарика отведем опять аккуратненько все волоски назад и сделаем завершающий узел как вы видите друзья по величине с нашей спичкой у нас вышла вот такая симпатичная мушка которая уловисто практически круглый год благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч